Строительство долгожданной дороги до Усинска уже который месяц приносит неудобства окружным водителям. Участок грунтовой дороги от туристического центра до развилки на Усинск с 6 по 13 километр почти весь разбит камазами-тяжеловесами. Александра Литкова продолжит. Небольшой участок Лаевожской дороги ежедневно бороздят 30 груженных камазов. Техника везет все необходимое для строительства дороги на Ринмар-Усинск. Однако местным водителям на легковом транспорте приходится нелегко. Очень плохая. А вы ездили вот оттуда до развилки? До развилки доехали. И как там? Очень плохая. Очень плохая дорога. Вообще невозможно ездить. Буквально позавчера выходил специально на дорогу, останавливался почти выше колена даже, это колья. Ехать вообще невозможно. Подвеска разлетается на раз. Бампера можно оставить, колеса, все что угодно. Выравнивание грейдером данного участка выполняется постоянно в течение дня. Но толку от этого нет. Вчера вот ездили в сторону Красного, все дороги разбиты. И там даже у знакомых застряли, там что-то машину поломали даже. Почему не следят за этим? Хотя бы вот единственная дорога, которая связывающая на Ленмарск с селами. Я выезжаю регулярно, да и многие выезжают. И выглядит это просто похабно, если культурным языком выражаюсь. Потому что даже на моем внедорожнике проехать сложно. Что касается участка дороги от развилки на Усинск до Красного, то здесь положение намного лучше. И жалоб от водителей не поступает. Ежедневно на этом участке работают пять единиц техники. И бригада из семи человек. Выполняются работы по засыпке шевнем ям. Потом по окашиванию откосов зелени. И очистка, запесочивание барьерных ограждений. Впрочем, проблемы с проездом на этом участке ежегодно появляются с приходом осени. Когда в районе реки Хундюк из-за дождя и снега о себе напоминают нанотехнологии, примененные здесь несколько лет назад. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова